Числа каталана можно определить очень многими разными способами. Ну, один из самых привычных, самых, что называется, стандартных, это количество способов так расставить n открывающих и n закрывающих скобок, что при движении слева направо открывающих будет всегда не меньше, чем к этому моменту закрывающих. Ну, например, если одна пара скобок, то по-другому не напишешь, если две пары скобок, то правильными расстановками считаем вот такие, а если, скажем, начинаем с закрывающей скобки, то все, это уже неправильно. Вот так вот нельзя, ну и многими другими способами нельзя. Я сейчас расскажу о двух других определениях и удивительно быстрым способом докажу явную формулу для числа каталана. Пусть cn – это количество способов вычислить произведение n плюс одного умножителя, если мы считаем только рядом стоящие. Вот у нас написано, что А, В, С. Можно перемножить А на В, можно перемножить В на С, но нельзя А на С. Это соответствует вот такому делу. Вот если вы будете рисовать, иногда говорят про олимпийскую систему. Вот у вас есть n плюс один спортсмен, которые стоят в ряд, и между ними проводят соревнования, каждый раз два спортсмена встречаются, и только один из них переходит на следующий уровень. Вот здесь для четырех множителей выписаны все пять способов. Другое определение, абсолютно, на самом деле, не отличающееся, я сейчас даже объясню, почему не отличающееся, от того, что только что прозвучало, такое. Рассмотрим выпуклый многоугольник, выделим какую-то одну и ту сторону и разрежем его на треугольнике диагонали. При этой диагонали не имеешь права пересекаться внутри. Вот смотрите, здесь у нас четыре стороны, одна выделена, здесь написаны буквы А, В, С, и вот такому разрезанию на треугольнике соответствует А, В умножить на С. А такому А умножить на В, С. Давайте быстро пройдемся, когда четыре буквы и треугольник. Смотрите, здесь пишем А, В, С, Д, и почитаем. Значит, должно быть В, С. Хорошо, должно быть В, С. В, С умножить на Д. Вот здесь у нас сказано В, С, здесь Д. Замечайте, вот такой треугольник. И это все умножается на А. Вот, пожалуйста. Или здесь у нас, что-то я здесь перестарался со скобками, у нас, смотрите, что С, Д перемножаем, потом это умножаем на В и на А. Хорошо, смотрим сюда. А, В, С, Д. В, С перемножаем. То, что получилось, умножаем на А, и потом на Д. Ну и, наконец, здесь А, В, С, Д. А, В вот здесь пишем произведение. Это умножается на С вот так. А, В на С. И то, что получилось на Д. Вот, видно, что задача о разрезании выпуклого Н плюс два угольника с выделенной стороной на треугольнике, вот такая, равносильно задачи о подсчетах произведения. Так вот, сейчас я скажу даже два способа быстро найти явную формулу для числа Каталана. Один из них основан на левом определении, другой на правом. Начну вот с этого. Начну вот с такого определения. Господа, давайте мы разрешим себе переставлять эти буквы. То есть, когда у нас есть вот такая картина, А, В, С, вот так вот, то вместо нее рассмотрим шесть картинок. То есть, всеми способами, так, ну я, значит, вот здесь вот А, В пишу, да, вот здесь вот пишу. А, В на С. Так вот, всеми способами переставлять буквы А, С. И в общем случае то же самое. Каждый способ в таком случае превратится в Н плюс один факториал способов. Вот, давайте. Есть несколько формул, они очень простые, поэтому не беспокойтесь, сейчас все быстро закончится. Итак, ФН, это Н плюс один факториал умножить на СН. Это слово. Потому что количество перестановок на Н плюс одной букве, это Н плюс один фактор. Теперь смотрите такую картинку. Пусть у меня есть какие-то там А, В, С, Д, Е, как-то они перемножены, не обязательно по алфавиту, как угодно, Н букв. Мы смотрим, где же могла бы быть Н плюс первая буква. Ну, представьте себе, у нас есть какая-то такая вот запись, и вы в ней Н плюс первую букву стерли, а теперь думаем, куда бы ее можно было вернуть и восстановить. Ну, вот смотрите, разумеется, можно поставить ее перед или после буквы А, перед или после буквы В, перед или после буквы С. Можно поставить здесь, перед или после этого АВ, или здесь, или здесь, или здесь. Перед или после соответствуют вот этой двойке. А вот что такое 2Н минус один? Это количество точек n и n-1. Дело в том, что когда у вас в аллергической системе из n человек выбирают одного победителя, то таких точек соответствующих соревнования будет ровно n-1. Потому что каждый раз выбывает один человек. Значит, было n, в конце стал 1, значит, должно было состояться n-1 выбывание. Значит, fn это 2 умножить на 2n-1 на fn-1. Отлично. Идем сюда. Вот у нас есть регулярная формула. Да, разумеется, f нулевое соответствует ситуации, когда вариантов вообще никаких нет. И это один единственный способ. Потому что тогда у нас одна буква. Ведь у нас, когда мы считаем fn, то n плюс одна буква. f нулевое, значит, одна буква. Одна буква может быть выписана ровно одним способом. И перестановок там никаких. Замечательно. Значит, f нулевое мы знаем. Как получается? Следующий знаем. И поэтому мы можем выписать формулу для fn. Смотрите. 2 умножить на 2n-1, 2 умножить на 2n-3, 2 умножить на 2n-5 и так далее, и так далее. Дважды 3, дважды 1. Я здесь не написал умножить на 1, потому что умножить на 1 не очень осознанно. Для того, чтобы понять, что это такое, заметьте, что вот здесь вот идут подряд нечетные числа. Все нечетные числа первые 1 штук. Так давайте вместо двойки напишем 2n. Вместо следующей 2 умножить на n-1 и так далее, и так далее, и так далее. Превратим вот эти двойки в последовательные черные числа. Но при этом надо, правда, не забыть разделить на n-факториал. Я здесь задумываю разделить, но мы сейчас вспомним. И тогда получается 2n-факториал деленное на n-факториал. У нас есть явная формула для fn. Значит, cn это 2n-факториал разделить на n-факториал, это вот у нас fn, и еще разделить на n-1-факториал. Замечательно. Поскольку 2n-факториал разделить на n-факториал и на n-факториал, это число сочетание с 2n-поэзен, то мы получили вот такую вот явную форму для числа Коколада. Теперь давайте обратимся к другому определению. И чтобы это сделать, давайте чуть-чуть посмотрим на эту формулу. Ведь фактически, что здесь написано? Ну, мы ее, конечно, показали не натурно, вот так, да? Но давайте вспомним. Что такое fn? Это n-факториал умножить на n-факториал. Хорошо. А что здесь? 2 умножить на 2n-1 умножить на n-факториал и умножить на n-факториал. Это число Коколада. Отлично. Так мы же можем сократить на n-факториал и получим такую рекуррентную формулу. n плюс 1 умножить на n-факториал. Это 2 умножить на 2n-1 и умножить на n-факториал. Если мы независимо от наших чисел fn докажем эту формулу, то все будет сделано. Давайте вернемся к картинке. Вот у нас есть эти самые выпуклые многоугольники. И давайте поймем, что у нас написано здесь вот слева. Что написано здесь слева, а что написано здесь справа. Слева написано следующее. Сн – это количество способов разрезать на треугольники выпуклый n плюс 2 угольник с одной выделенной стороной. Отлично. Отлично. n плюс 2 угольник с выделенной в нем стороной. А вот между прочим, n плюс 2 минус 1 – это как раз n плюс 1. Что значит разрезание на треугольник? Это какая-то вот такая картинка. Так вот, мы умножаем на n плюс 1. Таких вот сторон ровно n плюс 1. Значит, мы должны отметить одну из этих сторон. И вот разрезание с такой отмеченной стороной… Она есть отмеченная для того, чтобы было определение числа Каталана. А есть еще одна отмеченная сторона из этих n плюс 1 страны. Да. Мы ее должны отметить. А что написано здесь? n плюс 1 угольник как-то разрезан. У него, разумеется, тоже есть выделенная сторона. И у него такая вещь. 2 умножить на 2n минус 1. Сейчас обсудим, чего у него там 2 умножить на 2n минус 1. Для этого… Смотрите, что я сейчас сделаю. Я расскажу, что вот этот треугольник можно схлопнуть в отрезок. Тогда вот эта вот картинка превратится в такую. Вот я пронумеровал машины и показал, что бывшие центры оказались теперь одной точкой, а вот этот вот весь треугольник превратился в один отрезок. Так вот, давайте поставим стрелочку, ну, например, от слившихся точек к точке r. Очевидно, мы могли не только вот этот вот треугольник таким образом схлопнуть. Могли, например, схлопнуть вот этот треугольник. В таком случае у нас точка e и f превратили бы в одну, а стрелочка смотрела бы в точку c. Вообще, если у нас есть n плюс 1 угольник, то в нем выделена вот эта сторона, так что таких отрезков n штук. И еще есть n минус 1 отрезок, которые осуществляют диагонали разрезания. И на любом из них можно поставить стрелочку. Причем эту самую стрелочку можно поставить в любом направлении. Потому что, если вы ставите стрелочку, скажем, к точке f, это соответствует тому, что здесь возникает отрезок и такой треугольник вырисовывается. Если вы наоборот из точки f сюда ставите, то сюда вот такой треугольник вставляется. Значит, абсолютно естественным образом возникает вот это число. 2 умножить на 2n минус 1. 2, это потому что на любом из отрезков, ну на этом нельзя, а на любом другом, который есть на этой картинке, можно поставить стрелочку. И на отрезке стрелочка можно поставить двумя спустами. Все. Регуррентное соотношение таким образом получено. И значит, собственно, при индукции мы получаем...